В регион приехал БОС. Ивановская область получила 50 комплектов специальных компьютерных программ для коррекции речи у детей. Оборудование на безвозмездной основе предоставил Санкт-Петербургский институт биологически активной связи. На этой неделе комплекс презентовали педагогам. Мы получили доступ к программно-методическому обеспечению. У нас более 50 человек обученных. Это учителя-логопеды муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учителя-логопеды, учителя-дефектологи и психологи. Это коррекционных образовательных учреждений подведомственных департаментов и организаций. Программное оборудование биологически активной связи или сокращенно БОС позволяет человеку не просто увидеть и услышать, как работают его органы, но и научиться управлять ими. Например, для того, чтобы убрать дефекты речи, достаточно правильно дышать. Детям программа предлагает осваивать вдох-выдох через игру. Давай напишем маленькую букву Б. Вдох-выдох. Вдох-пинишин. Вдох-пинишин. Смысл данного комплекса заключается в том, что при помощи определенных упражнений дыхательных, которые аккумулируются вместе с компьютерной техникой, то есть это все выводится на экран, ребенок может тренировать мышцы, которые отвечают за весь речевый комплекс человека и таким образом улучшать свои речевые особенности. С каждым ребенком работа индивидуальная. Одно занятие рассчитано на 9-12 минут. Всего около 13 уроков. И практически в каждом случае после курса результат налицо, а точнее на языке. Речь становится правильной. Зачастую начинают говорить даже те, кто до босса молчал. Дети с аутистическими расстройствами. Допустим, аутисты очень многие дети не говорят. И использование этого комплекса позволяет у них вызывать речь. То есть на начальном этапе позволить им научиться общаться, даже как мы это делаем запросто. Комплекс биологически активной связи будет доступен для воспитанников детских домов, в школах и садах. Специалисты прогнозируют, что босс станет главным помощником в работе дефектологов, психологов и логопедов. Но прежде педагогам самим предстоит научиться пользоваться программой. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.